Этой песни в программе не было, но вот одна красивая девушка попросила, чтобы мы ее спели. И я ее очень хорошо понимаю, потому что в моей жизни тоже был такой реальный, совершенно нелитературный Печорин. И, собственно, поэтому и появилась эта песня, а Лермонтов тут почти ни при чем. Ну, если не считать того, что герой нашего времени до сегодняшнего дня, еще со школьных лет, вот как был, так и остается одним из немногих самых любимых произведений. На завтра известие о нем облетает салоны. С утра в будуарах у барышин двинка ромыслом. В саду, на аллеях, в бюлете все те же поклоны. Но это поклоны с каким-то особенным смыслом. А мне бы исчезнуть и растаять, я очень устала. Но вот он идет, увлеченный все той же игрою. И я ни с того, ни с сего разбиваю пиану. И, выдав себя, поднимаю глаза на героя. Субтитры создавал DimaTorzok Огон, замечая меня, переводит дыханье. Он весел, галантен, умен, беспощаден и жалок. И непредсказуем то лют, то огня полыханье. Чем сводит с ума ослепительно юных вестанок. Я делаю то же, что он, и в расчете на то же. Опять улыбаюсь в пространство, одетое в китель. Пространство острит, собирает осколки. О, Боже! И жатым до сплетен тот час собирается зритель. Игра не закончена, новая жертва напрасна. Княжна влюблена и собой не владеет порою. Рассержена, сломлена, очень бледна и прекрасна. Смойкой и надеждой спуст слезы глядит на героя. ПОСПЛЕЙСКИ Последняя осень была неуютной на водах Тебя не дождавшись, отъезд переносим на среду Здесь скучно и нечего делать, и что-то с погодой Я больше сюда никогда-никогда не приеду Я знаю, он будет убит на случайной дуэли Я брошусь к окну и разбитые ставни прикрою Последняя буря и листья уже облетели А я продолжаю стоять и смотреть на героя Мы едем в Тифлис, а потом в Амстердам или в Баден Но вряд ли я смену названий в дороге замечу Я все променяю на долику этого пара И тысячу лет на одну мимолетную встречу Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ